Приветствую вас, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем говорить, разбирая слово «мечта». И вот, и вот внимательно рассмотрев современные смыслы слова «мечта», нетрудно сделать вывод. Все они предполагают некое свойство человеческого сознания, причем свойство творческое, способное создавать целые миры, никогда ранее не существовавшие. А одним из основных утверждений христианского учения о человеке, да и вообще обо всем сотворенном мире, является тезис преподобного Максима Исповедника. «Нет вещей дурных по своей природе, а есть вещи дурные по своему употреблению». И мы знаем, что мечтание осуждается церковью именно как неправильный способ употребления естественной и изначально доброй способности души к абстрактному мышлению, мышлению, к созерцательной деятельности, деятельности ума. Иными словами, литературное творчество Достоевского и виртуозное вранье какого-нибудь мошенника имеет в основе своей один и тот же источник – способность ума к моделированию житейских ситуаций. Но в первом случае эта способность употреблена для раскрытия перед человеком темных закоулков его души и призыва к покаянию. Во втором – для банального выуживания денег из незадачливой жертвы. И христианство, осуждая мечтания, призывает человека прежде всего к отказу от такого недолжного использования интеллектуальных способностей, к дисциплине ума и сердца, к наведению порядка в той сфере, которая не подвластна никому, кроме самого человека. К сфере его мыслей. Святитель Игнатий Бринчанинов писал, обыкновенно люди считают мысли чем-то маловажным, потому они очень малоразборчивы при приятии мыслей. Но от принятых правильных мыслей рождается все доброе. От принятых ложных мыслей рождается все злое. Мысли подобны рулю корабельному. От небольшого руля, от этой ничтожной доски, влачащейся за кораблем, зависит направление и, по большей части, участь всей огромной машины. Вот здесь-то и кроется одна из опасностей мечтательного склада ума. Ведь мечты тоже являются результатом мыслительной деятельности человека. Рожденные нашим воображением картины могут услаждать нас или пугать, огорчать или радовать. Но в любом случае мы способны управлять ими, мы способны передавать им ту или иную направленность, наслаждаться их созерцанием или в негодовании отвергать их, как только они возникнут у нас в сознании. Этот выбор отношений к собственным мечтам происходит в нас постоянно. И наивно было бы полагать, будто столь важная часть нашей жизни не нуждается в определенной дисциплине и упорядочении. Скажу так. Вот, положа руку на сердце, каждый из нас может признаться себе в том, что бывают такие мечтания, о которых стыдно рассказать, рассказывать даже самому близкому человеку. С точки зрения неверующих людей в этом нет ничего страшного. Мало ли кто о чем фантазирует на досуге. Главное, чтобы в реальной жизни все было пристойно и в рамках закона. Но в том-то и беда, что самые гнусные преступления совершались маньяками, садистами и насильниками уже после того, как они сотни и тысячи раз совершили их мысленно и этими страшными мечтами подготовили себя к реальным злодеяниям. Человек может быть внешне вполне благопорядочным и законопослушным, но в душе носить ад самых чудовищных фантазий. К счастью, в большинстве случаев они так и остаются лишь в мыслях таких мечтателей. Но даже если их фантазии и не вырвались наружу в виде реальных преступлений, они все равно калечат самих фантазеров, выжигая их души изнутри. Видный деятель русского зарубежья, протеерей Сергий Четвериков говорил об этом так. Мы склонны мало придавать значение дурным движениям нашего сердца и говорим себе и другим. Думай и чувствуй, что хочешь, только не вреди никому. Или иначе? Какое кому дело до моих мыслей и чувств? Ведь я же никому не врежу? Но такого рода рассуждения глубоко ошибочны. Душа, заполненная нечистыми помыслами и пожеланиями, постепенно теряет способность совершать светлые и добрые дела. Мысленный грех бывает хуже греха сделанного. Грех делом всегда ограничен условиями его совершения. Грех мыслью никогда решительно ничем не ограничен. Совершить можно лишь немного, но нет конца тем чудовищным преступлением, которое может мысленно совершать человек, распустивший свое воображение. Самое же плохое то, что, впадая в этот грех внутренней нечистоплотности, человек обманывает себя сознанием, что он ничего дурного не делает. А между тем, когда настанет для него момент настоящей деятельности, душа его оказывается вся источена, вся развращена внутренним грехом воображения, не способна к добру и к власти над собой. Для борьбы с этой бедой православные аскеты-подвижники, привыкшие к тщательному наблюдению за своим внутренним миром, разработали целую систему о познании таких разрушительных фантазий. Сначала в сознании появляется так называемый прилог, мысль о грехе, не имеющая визуального наполнения. Затем человек начинает в уме рассматривать эту мысль и как бы собеседовать с ней. Вот это состояние у отцов в церкви называется сочетание. Потом человек уже услаждается греховным помыслом, представляет себе мысленно, как он мог бы совершить грех. Это называется сослужение. А следующий этап называется пленение, когда привычка получать наслаждение от греховных мечтаний настолько захватывает человека, что он не может противиться ей, даже если очень этого захочет. И лишь после этого человек в реальной жизни совершает нечто такое, о чем и сам потом будет горько жалеть. Остановить это движение души от мысли о грехе к самому греху можно на любом этапе, за исключением пленения. Лучше всего, конечно же, отбросить сам прилог, саму мысль о грехе сразу после ее появления. Но для этого необходимо постоянное внимание к своим мыслям, чувствам, проверка их собственной совестью и сопоставление с Евангелием. Такое устроение души святые отцы называют трезвением. А вот противоположное устроение, когда мысли человека парят бесконтрольно, в церкви как раз и называют мечтательностью. И даже в тех случаях, когда человек просто валяется на диване и мечтает, скажем, о туристической поездке в какую-нибудь теплую страну, все равно такое времяпровождение невозможно назвать полезным не только с церковной, но и с любой другой разумной точки зрения. Мечтатель в таком случае как бы откладывает жизнь на потом и совсем не дорожит своим настоящим. Проецируя в будущее все, что связано с его представлением, в его представлении со счастьем, такой мечтатель, в лучшем случае диванный мечтатель, рискует так никогда и не достичь этого счастья. Привычка жить в мире грядущих радостей и свершений постепенно отрывает его от реальности все больше и больше и в конце концов может привести душу такого человека к плачевному состоянию. Тогда, даже попав на вожделенный курорт, он все равно будет мечтать о чем-то еще, потому что уже разучился жить и радоваться жизни здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok